я хочу вам представить человека который знает о наушниках и их поломках все это андрей гаврилюк руководитель сервисового центра айти с здравствуйте андрей такой вот вопрос поскольку мы занимаемся наушниками практически все наши обзоры это наушниках я хочу вас спросить какие самые частые проблемы при обслуживании с наушниками будь то проводные или беспроводные я бы хочу очередь хотел бы разделить наушники на проводные беспроводные и на обслуживание гарантийное не гарантийное проводные наушники имеют основную проблему с которой к нам обращается сервисный центр это выход из строя кабеля так как он постоянно находится под механическим воздействием он больше всех страдает хотелось бы также отметить проблематику связанную с засорением фильтров динамиков внутри канальных наушников свою очередь здесь проблема возникает и первая и вторая по ряду естественных причин первое это механический износ наиболее часто распространенная на проблема а связанное засорение фильтров она связана с природной проблемой то есть у человека вырабатывается больше серы в ушном канале ну и соответственно это вызывает загрязнение фильтров сеток что приводит в свою очередь к тихому звуку либо дисбалансу между двумя динамиками то есть когда человек иногда думает что у него там одно ухо хуже слышит это по факту просто сера на этой сеточке может быть правильно не всегда так на самом деле сам дефект и проблема она может быть похоже а причина возникновения дефекта она может быть разным тут действительно большее распространение имеет проблема связанная с засорением фильтров динамиков в меньшей степени гораздо я бы сказал бы меньше все таки сам динамик выходит из строя вот а причины ну собственно я уже объясню еще как такая тоже внешняя проблема это то что потребитель он может не увидеть засорение фильтра сетки потому что она имеет миниатюрные размеры и сама сеточка она очень мелкая это только видно через микроскоп например и когда это все видно микроскоп засорение достаточно велико так что закрывает практически полностью звуковод я знаю бывают то есть сеточкой наушники бывают тут просто банально вот воздуховод идет и там какая-то типа вата вот как с таким бороться мне на тест попадались наушники я открываю смотрю там нет этой сетки просто вот там глубине какой-то изоляция небольшая это же вообще там буквально полгода наверное на сразу засоряется сами фильтры выполнены совершенно ну различными вариантами это зависит и от производителя от самой торговой марки и от ценового сегмента наушников более дорогих моделях применяется пыш так называемый да это похоже как маленький такой поролончик он вставляется в звуковода и он вынимается он его есть возможность даже заменить и заказать отдельно как запчасти и полностью поменять его на новом вот в принципе его можно и очищать все зависит от того насколько часто его собственно вынимает чистят и используют вот вынимать фильтры сетки или вот такие пыжики полностью оставляя а свободным звуковод просто категорически не рекомендуем это делать потому что может привести к тому что динамик выйдет из строя без дальнейшего восстановления принято то есть это по проводной части правильно у нас а вы говорите еще есть беспроводные у них там совершенно разные проблемы могут это и проводные беспроводные больше действительно касается это внутриканальных наушников что касается проводных основное отличие или основная проблема это связано с проводом как мы говорили уже ранее их проблема собственно от нее сложно уйти от того что кабель выходит из строя тут можно давать несколько рекомендаций каким способом обезопасить скажем или отодвинуть эту проблему как можно дальше одно из это стараться просто бережно относиться тут даже наверное рекомендация ко всей технике с которой вы работаете максимально бережно к ней относиться использовать рекомендации которые описаны в инструкциях по эксплуатации на товар которые даются производителям беречь нового если говорить о чистке о хранении ряд производителей разрабатывает специальные условия если это касается например без беспроводной больше беспроводной это специальный например кейсы для хранения идут либо это зарядные какие-то чехлы вот тут рекомендация хранить изделие именно там сохранять их так они больше безопасности находятся и не подвержены механическим воздействием каким-то засорением вот чистить можно здесь не рекомендуется агрессивная химия то есть не использовать химия которая может до серии может меньшей степени но тут имеется ввиду там бензин какие-то растворители и все остальное да здесь можно взять например просто влажную салфетку и по вытирать оболочку самого кабеля раз в неделю как минимум просто вытирать грязь которая на нем накапливается за том что здесь есть специфика использования этого товара есть расхождение вот эта тема может быть как дальнейших каких-то передач хотелось бы ее поднять эта культура взаимоотношений потребителя техники продавца и наверное сервисного центра вот потому что она существует она серьезная уже на сегодняшний момент связано вот чем что товар который продается в магазинах он зачастую разрабатывается производителем для одних условий используется потребителем в других условиях и сервисный центр принимает по условиям производителя происходит недопонимание потребителя потому что все так пользуются вот сервисного центра четкие рекомендации процедуры установлены производителем что имеется ввиду основная масса товара она производится для разрабатывается для домашнего использования при комнатных температурах влажности там воздуха и тому подобное вот естественно эта техника не разрабатывается при таких условиях на не разрабатывается на выход на улицу в мороз минус 20 в дождь в град в ливень и пробежки там спортом фитнесом занятия и все остальное если эта техника то есть специальная специализированная техника которая разрабатывается для таких условиях но большинство все-таки на рынке техники находится для домашнего использования и люди путают они не понимают у них нет разницы что к чему это все приводит приводит частым более частым обращением сервис потому что техника быстрее начинает выходить из строя почему это происходит да все просто на улице условия агрессивная на улице грязь пыль который человек глазами может не замечать но она присутствует жир масла которые там например если это по улице ходишь где автомобили рядом находятся выхлопаете и все остальное она тоже осаживается на прорезиненную оболочку плюс опять же жиры производства тела все остальное это парфюмы все это попадает значит на оболочку кабеля и привлекает к себе все остальное грязь кстати я вот заметил вот говорите по поводу использования на улице у меня я начал когда ездить на велосипеде постоянно начала использовать airpods и и вот как-то мне за тот промежуток за те три месяца покатух они просто превратились какое-то грязное непонятно что а до этого у меня год они были и все окей и да вот потому что я на улице постоянно езжу по дорогам не там же куча всего вот это условие отличное того для которых разрабатывает производитель это по до скопления потов какой-то жидкости грязи все это налипает и естественно что она приводит через какое-то время приводит тому что возникает какой-то дефект в изделии ну или неисправность которая потребитель на нее обязательно реагирует и реагирует вот тут следующий вопрос реагирует не совсем иногда адекватно воспринимая что это вина производителя нет если все таки брать инструкцию читать условия для которых разрабатывается эта техника там немножко другие условия ну естественно люди люди мало вычитают инструкции раз второе ну как ограничишь использование в свободе наушников которая любимая и хочется брать их везде с собой тут опять же например использование наушников как вот как послушаешь используешь их и кладешь в карман вас кармане тоже находится пыль грязь и все остальное все это если это касается вот миниатюрных наушников например это bluetooth наушники тут их тоже следует разделять есть проводные bluetooth наушники уже теперь необходимо это делать уточнение есть полностью беспроводные наушники вот если их значит складывать с грязью вместе все это забивается быстро разъемы для питания в которых коннектор и которые у них тоже есть присутствует тоже забивать что к чему это все может приводить приводить проблемы с зарядом человек не может уже их нормально зарядить ну что забиты грязью разъема раз меня раз проблему с теми же опять же фильтрами сетками то есть мелкий мусор он забивает поры значит фильтров этих и происходит проблема происходит проблема того что теряется качество звука естественно приводит к не тому качеству которое приобреталось окей ну поскольку сейчас самый популярный вид наушников это беспроводные я вот хотел лично себя вопрос что нельзя делать с ними что можно я все-таки там аккумулятор да вот кто-то раньше говорил что смартфоны вот эти штуки надо там сначала первые три цикла зарядить разрядить тогда будет адекватно работать нельзя постоянно держать на зарядке то есть какие возможности общей рекомендации для того чтобы человек купил я не знаю вот эти наушники отслужили они ему три года он поменял на другие при этом они еще работают есть какие-то там три постулата которые вот этого этого нельзя делать беспроводными наушниками ну наверное общее бы опять же все-таки обобщал это касается всей техники бережные отношения не использовать какие-то не прилагать чрезмерные усилия для например подзарядка когда используется подзарядка установка штекера подзарядного если это micro usb это миниатюрный разъем например или это избитой psy или это light and in во всех случаях если что-то идет не так не нужно давить жать и выламывать разъем внутри если сами не можете справиться и посмотреть в чем возникла проблема значит обратитесь специалистам это первая рекомендация то есть никаких усилий никаких упорствований в плане того что техника миниатюрная технологичная супер сложно и любое повреждение механическое но чревато вплоть до того что изделия после этого вообще можно не восстановить следует заметить что если говорить о мы говорили про bluetooth наушники проводные беспроводные совсем беспроводные true то в данном случае если говорить совсем беспроводные наушники ну они не разборные в принципе то есть их привести в дальнейшем в состояние первоначально в котором они были принципе не представляется практически возможно это мы про airpods и новый момент поэтому здесь если идут механические повреждения какие-то они влекут в одном динамике 2 например целый то в данном случае выход из строя будет полностью целого устройства и восстановить такое нельзя если говорить про гарантию то в данном случае гарантия будет естественно отказ если это механические повреждения сигарет про не гарантия то тут просто возможно что восстановление в данном случае не целесообразно принято и так у меня еще один есть вопрос по поводу беспроводных наушников можно ли их заряжать абсолютно от всех источников я имею ввиду вот у меня дома сетевой фильтр днем 2 usb да там по 2 ампера у меня есть зарядка от моего сяоми не и 2 ампера беру зарядку там от айфона жены у нее там 500 миллиамперсов можно ли вот просто любыми блоками подключать кабелем эти ножники заряжать не будет ли каких-то проблем от этого ну сказать правильно по рекомендации производителя я бы ответил так в инструкции по эксплуатации технической технической документации на изделие приведены характеристики при которых значит возможно нормально используем нормальный заряд аккумулятора обычно в если это брать миниатюрные наушники обычно у них маленькие аккумуляторы соответственно там желательно большие токи заряда не использовать но с другой стороны там стоит контроллер который контролирует превышение он ограничивает и производит заряд тем током которым необходимо тут хотелось бы наверное отметить следующее что применение тех или иных зарядок может быть нужно было бы подойти вот критерий выбора брендовым не брендовым не использовать кустарные зарядки вот второе если нет под рукой зарядки и вы сомневаетесь правильности использования в основном есть возможность подзарядиться от ноутбука просто там 500 миллиампер выход 5 вольт можно подсоединиться и зарядиться ну по поводу того какие использовать как использовать систему заряда аккумулятора надо ли раскачивать аккумулятор как это было ранее ну еще с аккумуляторов никель металл гидридных то что было заявлено производителями уже как бы эффект памяти он отсутствовал и причины несколько раз делать выход на нормальный цикл заряда как бы и уже не было этой причины с другой стороны по непонятным значит причинам мы все-таки сталкивались с тем что необходимо было производить эти вот несколько циклов для того чтобы все-таки аккумулятор вышел на нормальный режим и это действительно происходило то есть литий-ионные извините что перебил до сих пор такой штукой могут страдать вот желательно это необязательная совершенно река более того опять же производитель устройств встроенным литий-ионный аккумулятором у него есть рекомендация только сделать полный первый заряд то есть аккумулятор после этого должен выйти на режим и там условно откалиброваться системой и работать после этого уже в рабочем режиме да ну потому что у меня очень сильно удивляют все продавцы смартфона вот я недавно покупал свой рекомендация я тоже когда-то технику продавал 9 лет назад я всем рекомендовал заряжать три раза смартфон тогда и сейчас тоже самое хотя я-то уже знаю что в принципе это налить и он их уже особо не нужно но вот для одного то что вы горите один раз стоит все таки да то есть полный заряд то есть вы купили устройство достали его с упаковки поставили на полный заряд а после того как заряд закончился вы можете ним пользоваться и дальнейшее уже действие вы проводите зарядку как обычно но тут опять же хотелось бы отметить особенность литий-ион он не любит глубокого разряда и собственно может так быть что в случае если ваше устройство вы долго ним не пользуетесь она пролежала длительное время без заряда но может полностью разрядиться и выйти в такой режим когда уже зарядка которую вы подсоединяете она не заряжает это устройство ну в таких случаях рекомендуется ну первое в принципе рекомендуется не допускать такого то есть производить желательно раз где-то в три месяца производить полную зарядку то есть полностью зарядили устройство и положили она себе даже если она не работа даже если она не работает вот если вы используете его просто старайтесь не доводить до такого состояния а если уж она разрядилась старайтесь чтоб она долго не находилась в этом состоянии то есть все равно дать ему заряд по поводу того что опасно не опасно нахождение изделия подключено зарядному устройству я бы все-таки посмотрел в другую здесь сторону здесь опасность может быть связано с тем что у вас вообще находится в сети подключены в 220 вольт сеть устройство например без без наблюдения тут вопрос безопасности мы не застрахованы и к сожалению есть значит у нас проблемы с подачей электроэнергии в плане где-то могут быть скачки и аппаратура может не справиться значит или тот блок питания который у вас стоит и заряжать может не справиться с этим скачком отфильтровать вовремя и или там например проблема какая-то с защитой в это время значит у вас может произойти просто какой-то нехороший инцидент с этой техникой поэтому здесь рекомендуется не оставлять отдельно на зарядке устройства без присмотра любое неважно значит это наушники или общая рекомендация идем дальше следующий вопрос у меня по поводу гарантии часто я встречаю аминец на в любом магазине техники наушники телефоны неважно многие пишут гарантии от магазина я понимаю что есть вот официальная гарантия и от магазина чем они собственно отличаются можете объяснить зрителю ну и мне собственно значит официальная гарантия подразумевает под собой авторизацию авторизацию от самого бренда что это означает это означает что сервисные центры структура целая сервисная они проходят сертификацию то есть производитель торговая марка которая продает свою продукцию на территории государства авторизует сертифицирует специалистов сервисных для обслуживания такой техники то есть это специальные процедуры обслуживания в том числе запчасти оригинальная установка этих запчастей как что полностью это все прояснение и техническая поддержка таких сервисных центров случае возникновения каких-то вопросов связанных с работой техники то есть или каких-то дефектов может быть неисправности которые необходимо уточнить разобраться и понять как это все происходит касательно магазинная гарантия здесь бы хотелось разделить магазинная гарантия может быть разная сейчас мы часто имеем дело с тем что скажем так достаточно большое количество обращений именно к нам поступает именно от магазинов это не означает что товар имеет магазинную гарантию это означает то что магазин берет на себя права принимать технику которую в конечном счете обслуживает сертифицированные сервисные центры то есть авторизованы и здесь получается магазинная гарантия магазинной гарантии рознь есть второй тип магазинной гарантии это где сам магазин дает гарантию то есть продавая товар он просто гарантирует что в случае возникновения проблем это изделие будет гарантийно обслуживаться путем сдачи его магазин как это происходит это уже вопрос к магазину то есть это может быть силами и средствами сотрудников магазина производится может происходить путем работы или обслуживания стороннего сервисного центра который опять же может быть сертифицированным или нет вот основное отличие одной гарантии от другой окей и ну то есть у меня нет никаких не знаю опасностей пойти купить какие-то серые наушники серые миду не сертифицированы в каком-то магазине если там написано гарантия от магазина то в принципе я могу рассчитывать на нормальную гарантию или если товар вот ты явно понимаешь что это не сертифицированный но при этом есть гарантия от магазина то тут по любому сервисом на районе пахнет официальным правильно здесь бы хотелось бы отметить такой важный достаточно нюанс гарантия в нашем государстве в украине она находится под законодательством под защитой поэтому это не вопрос хочу даю гарантию хочу не даю гарантию хочу такую даю гарантию хочу другую хотел захотел поменял условия все это находится под законодательством и законодательные нормы касательно гарантийного обслуживания они четко прописаны вот что в том числе и условия гарантии вот поэтому необходимо первое при покупке товара так так как это достаточно важный, я бы сказал, один из самых важных ключевых вопросов гарантийное обслуживание, поинтересоваться при покупке товара. Какая гарантия, какие сервисные центры занимаются обслуживанием, какой гарантийный срок. После этих ответов, в принципе, принимать какое-то решение. Но есть, наверное, основные отличительные черты, по которым можно определить. Вот вы спросили, серый товар, неофициально завезенный и официально завезенный товар. Основное отличие – это будет цена. Обычно так. Хотя наблюдалось на рынке, мы замечали, что было даже такое, что неофициальный товар был по такой же цене, как и официальный товар. Либо различие в цене было очень маленькое. Поэтому здесь важна бдительность и внимательность самого потребителя. Опять же, касательно культуры обслуживания или культуры взаимодействия продавца и потребителя, хотелось бы отметить следующее, что потребитель в равной степени точно так же несет ответственность при покупке товара, как и продавец. То есть нельзя перекладывать только проблемы, связанные с товаром, только на продавца, либо на сервисный центр, либо на кого-либо. Здесь в равной степени несут ответственность оба участника рынка, это и продавец, и потребитель при приобретении товара. Поэтому проверка, вопросы, которые хотелось бы задать, их необходимо задавать, не молчать. Как работает техника, какие сервисные центры обслуживают, официальная гарантия, неофициальная гарантия, все, вы вправе это задать при покупке товара. И вам обязаны, обязаны по законодательству Украины на все эти вопросы вам дать ответы перед покупкой товара. Вы должны все это уточнить. Тогда проблем не будет. Понял, спасибо. Ну и на финал я оставил самые каверзные вопросы. Это поскольку вы человек, который очень долго уже работает в сфере сервиса. И мне вот интересно, список ваш, даже не список, фавориты, которые вам больше всего нравятся, которые меньше всего ломаются и которые меньше всего нравятся и больше всего ломаются. Вот есть список таких наушников, которые вы говорите, да, они часто ломаются, они покупайте, а вот эти не ломаются, вот эти можно брать. Я бы ваш вопрос немножко пробрейдил и, наверное, его переформатировал. Вот так, наверное, даже сказал. Почему? Потому что, естественно, мы работаем, наша основная цель, да, это ремонт, устранение недостатков техники, обслуживание этой техники. Естественно, к нам обращаются только с этим вопросом. По этой причине мы имеем дело только с обращениями касательно каких-то недостатков продукции. И в редких случаях обращаются люди, которые нуждаются просто в помощи настроек, например, или просто они не разбираются, как это все работает. Это, опять же, вопрос к культуре. Отдельная история. Я бы хотел сказать, что по поводу фаворитов здесь сложно выделять какую-то марку. Здесь, наверное, я бы это все больше отвел бы в плоскость отношения производителя к гарантии, отношения к поддержке своих устройств. Насколько это грамотно выстроено, насколько производитель переживает, насколько у него правильно выстроен фидбэк, обратная связь с технической стороной, с сервисным центром и с самим потребителем. Вот это, мне бы казалось, это более важный вопрос. Почему? Потому что в последнее время производится большое количество продукции. И, например, если мы сравним даже 10 лет назад, а это уже ощутимый срок, 10 лет назад технику и сейчас, мы увидим большую разницу. Устройства стали сложными, они стали сложно-техническими. По большому счету, любой сейчас Bluetooth-наушник, обладающий большим количеством электроники внутри, это уже маленький мини-компьютер, который мы ставим в ухо. Люди не задумываются об этом. Они представляют, опять же, это все просто наушником. Как он был проводным наушником, но поменял просто систему работы. Вот. А здесь имеется в виду действительно серьезное изменение не только формы, не только способа передачи информации, но и самого устройства. И, конечно, в таких случаях правильное обращение, правильное объяснение, как все должно работать. Мы сталкивались, тоже и сталкиваемся неоднократно в текущий момент, да, уже, казалось бы, Bluetooth-у очень большой срок, время работы с другими девайсами, и гарнитуры были, и моногарнитуры поначалу. Тем не менее, люди просто банально не умеют производить синхронизацию. Они не могут два устройства соединить вместе и считают, что оно просто должно само по себе все видеться и работать. То есть тоже это, опять же, говорит о том, что не объясняется, не говорится, и человек остается сам на сам с этой проблемой. Ясно, не ответили на вопрос, ну, окей. Тогда следующий вопрос. Какие у вас наушники? Какими вы пользуетесь? Ну, я бы предпочел все-таки... Не называть это? Не называть. Опять же, хотел бы перефразировать вопрос в другую сторону. Я за новое, я за технологии, я за развитие. И мне всегда интересно, когда к нам мы видим или сталкиваемся, или когда разбираемся уже, может быть, к сожалению, к нашему счастью, с какой-то технической проблемой. Разбираемся с самим устройством новым, который поддерживает большее количество форматов, у него больше функций. Это представляет интерес. И, конечно, для меня, как для технического специалиста, интересно больше это. И ввиду того, что вся эта техника, она постоянно развивается, конечно, у нее расширяются и возможности, в том числе, если касается наушников, это и качество звучания, это поддержка уже форматов более емких, которые позволяют иначе услышать ту информацию, тот объем информации. Вот. Поэтому, конечно, те наушники, даже какие-то любимчики, которым 10 лет, они уже просто морально устаревают. Они могут физически не дать, технически не могут не дать те параметры и возможности, которые дают сейчас новые наушники. Опять же, если касательно источников звука, вся та же полностью проблема точно таким же образом решается. То есть, опять же, это за технологии, за будущее, за новые устройства, которые могут поддерживать еще больше возможностей и дать больше вкус материалу. Ну, а хотелось бы отметить так, чисто человеческие, потребительские проблемы. Здесь бы хотелось поговорить еще о времени, чтобы просто была возможность, ввиду цитноты и большого количества работы, хотелось бы просто, чтобы у нас находилось время на то, чтобы послушать, выбрать наилучшее. А главное, конечно, это была возможность насладиться материалом, посидеть, просто даже послушать тот материал, который тебе нравится, на той выбранной, замечательной технике, которая есть. Вот так, друзья. Спасибо, Андрей, большое вам за первое видео. У нас еще будет много всего интересного. Вы оставайтесь с нами. Да, мы пошли готовиться к следующему видосу. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok